Почти все мои подписчики, пожалуйста, знают, как должен выглядеть нормальный самокат. Ну, во-первых, у него должна быть хорошая компрессия. Хик, Айхик, АСС или же СКС. В общем, всё, что угодно, кроме резьбы. Рулевая на промышленных подшипниках, которые не нужно обслуживать и легко поменять. Фрезерованная алюминиевая вилка, а не стальная, тяжёлая, которая легко гнётся. Ну и колёса с металлическим сердечником, а не с пластиковой. Но что отличает хороший самокат от очень хорошего? Это очень много маленьких мелочей, о которых мы поговорим в этом видео. И начнём мы с самой маленькой детали самоката, это ось. Казалось бы, что можно было бы такого плохого сделать в этой оське? Ведь у них даже диаметр стандартный, 8 мм. Есть два вида осик. Первый, это там где-то два шестиграника с обоих сторон. Ну и второй, это просто обычный болт с гайкой. Ну и как вы думаете, что из этого лучше? Вообще, я всегда думала, что этот вариант лучше. Потому что в любой момент можно затянуть его шестигранником, и не нужно искать никакой непонятный гаечный ключ. Но когда я впервые сломкнула себе такую оську, то я понял, что вся нагрузка идёт вот на этот маленький болтик. И, конечно же, это совсем не прочно. И вот вы посмотрите, просто вот этот вот болт. То есть сравните. Какая большая разница. Но чтобы закрутить эту гайку, нужны либо плоскогубцы, но ими можно испортить гайку, или же вот такой вот тяжеленный ключ. И скажу вам, таскаться с ним очень неприкольно. И тут начинается отличие хороших производителей самокатов от очень хороших. Хорошие производители просто сделают болт с гайкой. Ну а очень хорошие сделают специальный фиксатор гайки. И поэтому, когда ты раскручиваешь или подкручиваешь оську, тебе не нужно держать её гаечным ключом, или же плоскогубцем. Ты можешь просто спокойно потянуть или расстрелить шестигранник. И то же самое сзади. Гайка надёжно закреплена в драпе. И вам не нужно заботиться о том, чтобы её поддерживать. Кстати, о драпах. Многие ребята думают, что сменные драпауты это вау-вау-вау, как круто. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то их менял, да и вообще видел на продаже. Я вот, например, ни разу не видел. И вот тут они заварны и абсолютно нормально. Так и ещё к тому же эти драпауты сменные, они очень сильно гремят. Вот, например, на гидре. Катаешься, просто ды-дыж, ды-дыж, ды-дыж. Очень неприятно. Ну что ж, раз мы затронули тему драпаутов, то давайте уж перейдём к передним. Их ещё, кстати, называют сметы. У дешёвых производителей дек эти драпауты передние не заварены. Там просто дырка. И именно поэтому там они сминаются, и дека приходит в негодность. И именно на этом производители пытаются сэкономить. А у нормальных дек это заварено, и поэтому дека не придёт в негодность. Чтобы снизить вес, многие производители сделают тут вырез. Это, конечно, вес снижает, но при этом теряется прочность деки. А в много маленьких дырек сверху вес особо не снижает. Поэтому ни в коем случае не думайте делать дырки сверху. Это вообще никакого смысла не имеет. Но обратите внимание на эту дырку. Как вы думаете, для чего она нужна? Даю подсказку. Она предназначена для того же, для чего и эта дырка в руле. Догадались? Ну в общем, пока подумайте, а ответ я скажу в конце видео. Есть ещё одна характеристика деки, которая почти нигде не пишется в описании. Это конкейп. Глубо говоря, это углубление в середине деки. То есть вот тут вот. И вообще это совсем не видно, потому что это углубление всего лишь там миллиметр, даже чуть меньше. Но если вот так поставить какой-нибудь плоский предмет, то видно там небольшую дырочку. Её, наверное, совсем не будет видно на камере, но поверьте мне на слово, она есть. И касалось бы, что это даёт? Просто какое-то непонятное углубление. Может вообще это просто так случайно получилось. Но на самом деле, ребята, это очень сильно помогает крутить випы и ловить деку. Поэтому очень круто видеть, когда производители делают конкейп в их деке. Ну теперь давайте затронем тему колёс. Многие ребята думают, что холлоу-коры это самый лучший вид колёс. Они прочные и самые крутые. А то, что колёса со спицами, они абсолютно непрочные и вообще очень быстро ломаются. На самом деле, по прочности, они абсолютно одинаковые и также быстро или медленно ломаются. А как раз таки, холлоу-коры это самый просто дешёвый вид колёс. Что там? Просто поставить сердечник целый и всё. Ничего не надо. А тут целая работа. Тут каждую вот эту вот спицынку проделать. Это очень сложно. И тут просто как бы кому что больше нравится. Но есть небольшая особенность в колёсах, которой никто не замечает и она совсем не влияет на езду. Смотрите. Вот, посмотрите на колесо, да? Сейчас я его переверну. Теперь тут посмотрите. И сейчас я его опять переверну. Чувствуете разницу? Самые внимательные заметили, то, что тут только с одной стороны рисунок. Вот видите рисунок только с этой? С этой его уже нету. И вообще, как по мне, этот рисунок совсем не нужен. Кто будет смотреть на то, как у тебя колесо вертится и на этот рисунок? Конечно, там что-то маленькое будет проблюскивать, но это, как по мне, вообще какой-то бред. И на это тратиться и совсем не нужно. Но всё же, когда увидите то, что производитель только с одной стороны сделал, то тут надо задуматься. То, что они решили сэкономить на такой маленькой детали. И может быть, они сэкономят на что-то ещё. Например, сделать такую спустильную тебе. Ну, давайте вернёмся к вилкам. О, смотрите, здесь на этом самокате компрессия закручивается обычным болтом. Ну, а есть ещё такая штука в вилках, как топкэп. То есть, это огромный вот такой вот болт. Вы представьте, являйте себе. Ну, вот как вы думаете, что лучше? Вот этот вот маленький болтик или вот такой огромный топкэп? Правильно, болт лучше. Во-первых, если ты его сорвёшь, то ты можешь его спокойно заменить другим. И никаких проблем не будет. Но, а если ты сорвёшь топкэп, то уже пиши пропало, потому что ты его уже нигде не найдёшь. и во-вторых, Тормоз, чаще всего тут пятерка, а тут четверка. И вы представляете, вам нужно носить одновременно три шестеррианика. Четверку, пятерку, шестерку. Вы представляете, как это неудобно? И вы представляете, как это круто, когда производители делают все болты на шестой шестер Tous. Тут шестерка, тут шестерка, тут шестерка, тут шестерка, тут шестерка. Просто прекрасно. Вот за это большой респект. Кстати, о шестиграниках. Вот этот шестигранник не шел в комплекте с этим самокатом. В комплекте с этим самокатом шел вот такой вот шестигранник. Представляете, какой он высокий. То есть вообще просто им бы оставишь так, и все удобно. Вот за этим тоже респект. Вот такие мелочи отличают хороших производителей от очень хороших. Вот представляете, такие мелочи даже, ну, казалось бы, не заметить. А вот так вот получается. А кстати, о вот этой дырке. Сейчас я вам все расскажу. Как вы знаете, этот самокат не только стритовый или парковый. Он универсальный. То есть ты можешь и кататься и в стриту, и в парке, потому что вес позволяет и габариты. Он еще, к тому же, у него квадратные граб-ауты. Вообще кайф. И можно просто ездить в школу. И поэтому, если ты будешь ездить в школу и прикреплять его куда-нибудь, то для этого сделали вот такую вот дырку. Ведь если ты прикрепишь просто вот так вот, то у тебя просто как бы вот так вот снимут и уедут. Это просто я вижу иногда таких людей и удивляюсь, как так можно до этого додуматься. Поэтому вот здесь вот, например, тоже, чтобы прикрепить, тогда никуда не пропадет. И вот так вот. Представляете, вот такая маленькая деталь. Просто, чтобы прикрепить самокат. Ой. Ну что ж, вот такой вот ролик получился. Надеюсь, хоть вы один факт узнали в этом видеоролике. Если да, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну что ж, респект производителям этого самоката. Ведь все эти факты я показал именно на этом самокате. И я просто не представляю, как можно было такой шедевр сделать. В общем, производителям респект. А полный обзор этого самоката выйдет совсем скоро на канале. Поэтому ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал и ожидайте. Всем пока-пока. Что отличает хороший самокат от очень хорошего? Это огромный вот такой вот болт. Вы представляете себе? Катаешься просто дыдыж, дыдыж, дыдыж. Очень неприятно. А вот так вот получается.